Вы смотрите новости на седьмом канале в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Заседание Приморского суда по делу об отмене скандального зонинга Одессы в очередной раз перенесли. Новая судья внезапно заболела. Предупредить об этом ИСОВ в секретариате забыли. При выяснении всех обстоятельств в кабинете служителя Фемида разгорелся скандал. Почему вы на работе? Почему вы на работе? Где вы работаете? Скажи. Это не ваше дело. Я пришел. Это не ваше дело. Вы еще не можете владеть собой получать. Вы не можете владеть собой. Это провокаторы оставаться. Нет, я не знаю, мы не знаю, что это за особа. В связи с этим была выслована и претензия, на что она начала проводиться неадекватно. С этим вопросом мы хотели обратиться к главы суду, послушать его думку, возможно, ожидали от него какие-то решения кадровые, возможно, какие-то дисциплинарные стягивания, возможно, доручения к руководству аппарата. Натом, мы встретились, стихнулись, скажем так, со скандалом. В результате до нас пришел к руководству аппарата, сказал написать заяву, что мы это сделаем. Напомню, в ноябре прошлого года одесские активисты подали иск в Приморский суд Одессы об отмене решения Гурсовета об утверждении плана зонирования территории Одессы. По словам ИСОВ, с тех пор не было ни одного рассмотрения по сути. В июле заседание с новой судьей Черняевской отменили из-за ее занятости. Теперь же рассмотрение дела перенесли на неопределенный срок по болезни. Не удивлен вообще, потому что прошлое заседание оставило такое стойкое впечатление, что это судья очень тяготится полученным делом. Рассматривать у нее никакого желания нет. И сегодня это стойкое ощущение подтвердилось в очередной раз. До сих пор не приступили к рассмотрению дела по сути, потому что документ этот основополагающий. И если его отменят многие махинации власти с землей, особенно в нашем городе, со строительством, они будут под большим вопросом с точки зрения законодательства. Я хочу сказать, что сегодня мы увидели довольно хамское отношение суда, ну, судьи конкретно Черняевской, потому что пришло много людей, активистов, журналистов и так далее, она внезапно заболела. То есть нас никто не предупредил, не предупредил, естественно, ни активистов, ни журналистов, ни участников процесса. Вслед за внедрением электронной системы тендерных закупок в Одессе надо реализовать проект прозоропродажи. Он уже действует в Мариуполе, Краматорске, Львове, Тернополе, Виннице и Харькове. И, по словам экспертов, делает прозрачным процесс сдачи в аренду и продажи коммунального имущества. Особенно актуально прозоропродажи в Одессе, где мэрия регулярно оказывается в эпицентре скандалов с продажей и передачей в аренду коммунальной собственности. Система прозоропродажи, она обеспечивает то, что происходит возрастание цены, что на торги приходят несколько участников от двух до трех минимум. Это система, которая приносит рыночные условия в государственный сектор, который позволяет государственному сектору имущество сдавать в аренду, продавать эффективно, прозрачно и с пользой для города. На одной из последних сессий, по-моему, на предпоследней сессии около 50 объектов только были через аренду проданы одному участнику. Естественно, все это делается непрозрачно. И самое главное, что для всех людей, кто так или иначе хочет чем-то заниматься и рассматривает, взять в аренду коммунальную собственность, процесс выглядит абсолютно просто оторванным. То есть ты его не можешь... То есть это настолько сложный процесс, что, естественно, на него проходят только свои. Поэтому я считаю, что прозоропродажи как минимум в той части своей, где она способствует прозрачности аренды коммунальной собственности и ее затем уже продажи, это был бы огромный шаг в сторону прозрачности Гурсовета. Больше 120 украинских военнослужащих находятся в СИЗО и Гауптвахтах по подозрению в преступлениях. Около 100 из них перебывают на территории Донецкой и Луганской областей. Подозреваемые, говорят, на Востоке следственные органы к ним относятся предвзято. По отношению адвоката, по прошению адвоката или прокурора, дело могут передать на рассмотрение в другие области Украины. Однако в Министерстве обороны заявили, что за все время АТО еще не было прецедента, когда суд одобрил такое прошение. Одним из шляхов вырешения заявленного вопроса, который порушается заявниками о своих заявлениях, есть создание в Украине военнослужащих полиции, как правоохранительного органа, признанного для обеспечения законности и правопорядка среди военнослужащих Украины и других военнослужащих формирований. По словам Сергея Чистюка, законопроект о создании военной полиции подали на рассмотрение Верховную Раду. Однако сроки этого рассмотрения пока не определили. Нет апелляции и свободу Грациотову. С сегодняшнего дня оправдательный приговор Приморского суда по делу Вячеслава Грациотова вступает в законную силу. Напомню, отец погибшего Трачева был не согласен с решением суда первой инстанции, согласно которому с Вячеслава Грациотова сняли все обвинения. Он пытался оспорить его, однако сегодня апелляцию отклонили. На судебном заседании побывала Ирина Рогозянская. Этого решения Вячеслав и его семья ждали 7 лет. Теперь бывший подсудимый готовится вдохнуть свободу полной грудью. С него сняли меру пресечения и ввели в законную силу оправдательный приговор. Родным хочется позвонить. Сейчас позвоню маме, жене и друзьям позвоню. Всем буду звонить и рассказывать, что наконец-то я на свободе. Теперь Слава хочет наверстать упущенное. В планах путешествия и горы, где он попытается забыть о том, что пережил. Было сложно бороться с этой системой столько лет. И в какой-то мере я уже перестал верить, что я добьюсь правды, но все равно я просто боролся. Однако дело Грациотова все еще в подвешенном состоянии. Вторая сторона в течение полугода имеет право потребовать отмены приговора. У потерпевших сохраняется право на подачу касационной жалобы. Напомню, Вячеслава Грациотова обвиняли в превышении мер необходимой самообороны во время трагического инцидента на Соборной площади летом 2010 года. Тогда, защищая себя и девушку, парень неосознанно нанес смертельное ножевое ранение одному из нападавших. Судебного заседания Ирина Рогозянская, Виталий Кононов, 7 канал. В Херсоне задержали подозреваемого в убийстве жителя Одесской области. Мужчина уже сознался в совершении преступления. В полицию поступило сообщение о пропаже прораба местной стройки. В тот же день правоохранители в 100 метрах от трассы Одессы Николаев обнаружили автомобиль пропавшего со следами крови. По версии следствия, между мужчинами возник конфликт на почве денег. Строитель в порыве злости схватил молоток и нанес смертельные удары по голове своего начальника. Тело убитого, задержанный вместе со своим знакомым, вывез в поле в районе села Фонтанка и закопал. Чтобы скрыть следы преступления, он отогнал машину на территорию Николаевской области. Спустя несколько часов его задержали в Херсоне. По данному факту открыто уголовное производство. За умышленное убийство строителю грозит до 15 лет лишения свободы. Киевский суд рассмотрел письменные доказательства из заключения экспертиз по делу адвоката Стрелка. Напомню, два года назад подозреваемый Роберт Халиулин выстрелил трижды в свою супругу. Причинил своей супруге Халиулиной Виорике телесное повреждение, несовместимое с жизнью. И намеревался ее убить. По независимым от него причинам она выжила, смогла выжить. Вот в настоящее время в очень тяжелом состоянии находится, продолжает стационарное лечение. Результаты экспертизы подтвердили вменяемость подозреваемого. Он находится под стражей и признает свою вину. Я действительно ее перед всем огонь. Я хотел убить ее. Срок содержания адвоката Стрелка под стражей продлен. Следующее судебное заседание планируется 20 сентября. Нет рейдерским захватом. В Одессе создали оперативный штаб по борьбе с рейдерскими захватами сельскохозяйственных земель. Начальником штаба назначили первого знаместителя, председателя Одесской обладминистрации Александра Терещука. Глава штаба сообщил, что все заявления жителей области будут внимательно изучать и рассматривать. Сегодня же первая оперативная группа выехала в Тарутино, чтобы решить вопрос с захватом полигона. Экологическая устойчивость, альтернативная энергетика, технологии будущего и решение проблемы глобального потепления. Все эти вопросы будут обсуждать в Одессе на Sage World Cup 2017. Представители Европы и Азии, США и Африки посоревнуются в битве идей, лучшие из которых, возможно, навсегда изменят наш мир. С участниками пообщалась наша Ирина Рогозянская. В этом здании собрались представители более чем 30 стран мира. Они привезли с собой инновационные идеи для того, чтобы сделать наш мир лучший. Прямо сейчас они готовы поделиться этими идеями с нами. Давайте посмотрим. На форуме мы презентуем новейший проект «Бот-адвокат», который будет помогать в экстренных случаях. Мы создадим бот и привяжем его к одному из известных мессенджеров, например, в Телеграме. И вот он будет помогать людям, если вы застряли на границе, или вы далеко от дома, или у вас нет денег. Леонид приехал из соседней Молдовы. Эта страна впервые принимает участие в чемпионате. Однако ее представители презентуют вполне конкурентно способную технологию. Бот сможет выручить вас из любой юридической западни быстро и бесплатно. Украину представят одесситы. Два проекта. Социальный проект «Рэдборд». Это такая приставка на остановки и аппликейшн на телефоны, которая позволяет всегда узнать, сколько человек сейчас едет в маршрутке, могу ли я сесть, когда приходит маршрутка, куда она движется, через сколько она будет. Вторая команда презентует музыкальный акселератор, который позволит обучиться игре на определенном инструменте всего за месяц. К слову, одесситы регулярно выигрывают право представлять Украину на мировом чемпионате, где всегда входят в пятерку лучших. Больше о форуме и инновационных проектах смотрите в субботу в итогах недели в 20.00. Ирина Рогозянская, Игорь Казанжуй, Седьмой канал. 70 детей из Донецкой и Луганской областей приехали на оздоровление в Одессу. По словам организаторов, это те ребята, которые из-за боевых действий практически лишены нормального летнего отдыха. Далее в сюжете подробнее. 70 детей из Донецкой и Луганской областей приехали в Одессу примерно неделю назад отдыхать. Отбора как такового не было. Это остались те дети, которые не могут выехать из города. Просто не могут. Родители не могут позволить себе снять жилье где-то в другом мирном городе. Это остались те дети безвыездные, которые постоянно слышат звуки войны. По словам ребят, они успели побывать в кино, оперном театре, зоопарке. Почти каждый день ходят на море. На море я плаваю. Все мои любимые мне на море идут плавать. Я могу проводить много времени до того, как не закашляю. Каждый день экскурсии, море, конкурсы. Вот дискотека вчера была, например, тоже. Весело, все нормально, кормят. На отдых ребят привезли за счет работников Одесской обладминистрации. Они скинулись зарплатой за один рабочий день. Мы собрали, в общем, порядка 250 тысяч гривен. Естественно, это все было очень добровольно, но нас все с удовольствием это сделали. Постарались им сделать такую максимально насыщенную программу. В Одессе ребята пробудут до 17-го числа, а после поедут домой. Александр Полуев, Андрей Дьяченко, Седьмой канал. На этом у нас пока все. Итоги за день подведем, как всегда, в 20.00. Оставайтесь седьмым, будет интересно.